Приветствую вас Максим. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте, да? Вы пишите о том, что прожили женщина ей 7 лет с того, когда вы её сильно обидели, и она вас разлюбила. И потом сказала, что может быть только друзьями, и, собственно, вы спрашиваете, можно ли её вернуть. Ну, смотрите, здесь есть тонкость такая, что вы жили 7 лет вместе, и не совсем понятно, в какую сторону вообще ваши отношения двигались, да, и двигались ли они куда-то, развивались ли они куда-то, вот, и прочее. Потому что, ну, 7 лет строк достаточно большой, и если за 7 лет вы не, ну, не смогли развить отношения, да, то здесь, мне кажется, в общем-то, возвращать-то особо и нечего. Потому что, ну, за 7 лет вы либо должны были друг другу прикипеть достаточно сильно, либо должны были понять, что вот, ничего не вышло, ничего не получилось, да, и просто разаетесь. Вот, это первое. Опять же, не совсем понятно, что значит прожили. То есть вы жили 7 лет со своей женщиной, и вы не сделали ей предложение за 7 лет. В остальной вероятность, что она этого так или иначе ждала, да, в той или иной степени она этого наглаждать, и, собственно, не дождавшись, вот, использовала повод, значит, чтобы от вас выйти. Вот, значит, вы пишете, что вы ее сильно обидели, и она разлюбилась. Так не бывает. Это, наверное, вот такой ключевой момент, что так не бывает. Не бывает такого, что человека сильно обижаешь, и он как бы перестает любить. Да, ему обидно, да, ему тяжело, да, он может больше не быть с, допустим, вами, но он не может разлюбить. Потому что, ну, это чувство, оно, как бы, энергично, да, оно не исчезает, не, вот, сразу. Поэтому здесь все выглядит так, что ваша женщина просто-напросто искала повод для того, чтобы с вами расстаться. Вот, ни больше, ни меньше. И, в общем-то, это, наверное, ключевой момент, что вот она не осмелилась, не решилась сказать вам, что разлюбила. Потому что вот, ну, так сказать, процесс разлюбливания, да, процесс разлюбливания, он произошел несколько раньше. И он, это именно процесс, это не, как вам сказать, это не перманентное какое-то событие, да, вот, не сиюминутное, да именно вот процесс. И процесс, и процесс, и человек понимает, что, осознает, что любовь уходит, и любовь сама по себе, она, если уходит, она уходит постепенно, постепенно. Вот. Поэтому здесь нужно расставить все точки над и с одной стороны, отделить одно от другого, от другого, с второй стороны, и взять на себя ответственность за то, что вы, собственно, обидели человека, да, как бы, субъективную сторону нанесение обиды, вашей женщине тоже необходимо разобраться и разобраться. Потому что если этого не сделать, то вы можете просто-напросто такое же действие и такой же поступок повторить и совершить вновь. Дальше. Значит, она предложила быть друзьям. Очень неплохое предложение, в качестве фундамента, в частности, для возможного возвращения ее. Но необходимо понимать, что возвращать человека без собственных изменений нет никакого смысла. Если вы сами не изменились, то возвращать человека абсолютно не имеет смысла, потому что, ну, потому что вы совершите ту же самую ошибку и ту же самую ссору. Поэтому начать нужно, в первую очередь, с себя и скорректировать свое поведение, свое мировоззренческое. Мировоззренческие, может быть, какие-то позиции, вот, разобраться со своими конфликтами и противоречиями, если они есть, а они есть. Потому что, ну, вы бы не обидели человека просто так, да, если бы у вас не было конфликтов. Поэтому это вот то, что нужно разобрать, да. Вот. И, соответственно, после этого необходимо все вот соединение продемонстрировать вашей женщине. Вот. Причем делать это лучше, на мой взгляд, лучше это делать непосредственно, непосредственно, как бы, так сказать, в вторичном контексте, а не в первичном. То есть, вот, чтобы это было все-таки на втором, на третьем плане, да, демонстрация, а не на первом. Вот. Еще последнее. Для чего вы хотите вернуть ее? Вот. Лично вам-то зачем? Ну, вы ее обидели, она ушла, сказала, что разлюбила, значит, счастлива она с вами не будет, зачем, собственно, ей возвращаться? Для чего вам ее возвращаться? Возвращаться? Зачем? Вот. Это вопрос, на который вам нужно также ответить. На этом все, Максим, надеюсь, что помог, если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.